Послание к римлянам святого апостола Павла Глава 2 стихи со 2 по 11 А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом иелина, напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом иелину, ибо нет лицеприятия у Бога. Евангелие от Матвея, глава восьмая, стихи с восемнадцатого по двадцать седьмой. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус «Лисыцы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им «Что вы так боязливы, маловерны?» Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили «Кто это, что и ветры, и моря повинуются ему?» Святой Ефрем Сирин О восьми помыслах Знай восемь помыслов, которыми производится все худое, чревоугодие, блуд, серебролюбие, гнев, безвременная печаль, уныние, тщеславие, гордость. Они-то ведут брань со всяким человеком. А ты, чадо, если хочешь припобедить чревоугодие, возлюби воздержание, имей страх Божий и победишь. Если же хочешь припобедить блуд, возлюби бдение и жажду, помышляй всегда о смерти и никогда не имей бесед с женщиною и победишь. Если хочешь припобедить сребролюбие, возлюби нестяжательность и нерасточительность. Если хочешь припобедить гнев, приобрети кротость и великодушие и содержи в мысли, сколько зла делали иудеи Господу нашему Иисусу Христу. И однако же Он, как человеколюбец Бог, не гневался на них, а напротив того молился за них, говоря «Отче, отпусти им грехи сии, ибо не ведают, что творят». Если хочешь преодолеть безвременную печаль, никогда не печалься о чем-либо временном. Но если тебя язвят словом или беспокоят, или бесчестят, не печалься, а напротив того радуйся. Тогда только печалься, когда согрешишь, но и всем случае соблюдай меру, чтобы не впасть в отчаяние и не погибнуть. Если хочешь препобедить уныние, займись хотя ненадолго каким-нибудь рукоделием или читай, или часто молись. Если хочешь препобедить тщеславие, не люби похвал, ни почестей, ни хороших одежд, ни предпочтения, напротив того. Люби, чтоб порицали и бесчестили, взводя на тебя ложь. И укоряй сам себя, что ты грешнее всякого грешника. Если хочешь препобедить гордость, что не делаешь, не говори, что делается сие собственными твоими трудами или собственными твоими силами. Но постишься ли, проводишь ли время в обдении, спишь ли на голой земле, поешь ли псалмы, или прислуживаешь, или кладешь много земных поклонов, говори, что при Божьей помощи и при Божьем покровительстве делается сие, а не моею силою и не моим старанием. Старайся всегда быть простосердечным и искренним. И не держи одно на сердце, а другое в устах, потому что это коварство. Будь правдолюбив и не лжив, потому что ложь от лукавого. Не воздавай злом за зло, но если кто сделает тебе зло, прости его, чтобы тебя Бог простил. Если борет тебя злопамятство, от всей души помолись о том, братья. Злопамятство отступит от тебя. Смотри, не допускай в себя страсть зависти, чтобы дьявол не поглотил тебя живого, но скорее исповедуйся и моли Бога, чтобы избавил тебя от таковой опасности. Если видишь согрешающего, не разглашай его греха, не осуждай его, не питай к нему ненависти, чтобы и тебе не впасть в тот же грех, а лучше скажи, «Я хуже его, и сегодня согрешил он, а наутро согрешу я». Знай же и то, что бесы боятся молчания, поста, бдения, воздержания, смирения, молитв, слез и прочих добродетелей монаха. Если хочешь, чтоб Бог таровал тебе слезы, сокрушения и бесстрасти, непрестанно приводи себе на память смерть и гроб свой. Если обольщен будешь дьяволом и впадешь в малый или великий грех, не приходи в отчаяние и не доводи себя до погибели, но прибегни к исповеди и к покаянию, и Бог не отвратится от тебя. Ему слава вовеки. Аминь. Тебя приемлет Бог. Не люби ходить в города, ибо если не будешь видеть лукавого, то останешься чистым. Не пей вина до опьянения, иначе сделаешь, что сердце твое с неистовством устремится к удовольствиям. Не ешь по два раза в день, чтобы не огрубело тело твое, а с ним не окрепли и страсти. Не запирай двери своей предстранникам, потому что, какую мерую меришь, возмирится тебе. Посещай больных, да и тебя посетит Бог. Немного спи, но неотступно проси помощи Божьей, да избежишь, как птица от сети. Немного говори, чтобы не впасть в ложь. Ничего не приобретай себе сверхпотребности своей, но живи с умеренным достатком. Безмолвствуй и делай свое дело. Всею силу и держи в уздах язык и чрево. Имей смиренно мудрее, будь как незнающий и невежда. Будь кроток со всеми людьми, много вреда отговорливости и смеха. И муж благоразумный соблюдает безмолвие. Имей всегда пред очами своими скорбь и смерть, и никогда искушение не приведет тебя в отчаяние. И вечером, и утром испытывай сам себя, как провел ты время. Но этого невозможно сделать без труда. Знай, что как земля не может приносить плодов сама собою без семени и воды, так и человеку невозможно принести плод без злострадания и смиренно мудрее. Непрестанно заботься о себе, как о Божьем образе, бойся Бога, как обязанный дать Ему ответ о всех делах своих. Ежедневно спрашивай себя, какую страсть победил ты. Кто верует, что будет суд, тот не судит ни одного человека, но охраняет себя даже от малого и неважного. Кто верует, что тело его воскреснет, тот заботится очистить его от осквернения. Итак, возлюбленный, утвердись в страхе Божьем, храня и исполняя все, что должно тебе делать, не полагая преткновений совести своей. Но будь к ней внимателен, чтобы и она была стражем твоим и показывала каждый раз, во что ты впадаешь, а не оставляла тебя, попуская впасть в руки врагов твоих. Знай, что когда ум монаха начнет убегать своей воли и прибегать к Богу, сперва нападает на него уныние. К истреблению же уныния служит молитва и непрестанное размышление о Боге. Размышление же поддерживается воздержанием, а воздержание охраняется телесным трудом. Таков тесный путь, ведущий в жизнь. И вот теснота пути, как в зеркале, открывается монахам в слове, ибо все настоящее для них горько. Иметь собственность опасно, пользоваться ею ненадежно, отказаться от нея болезненно, убожество – горько, скудость – мучительно, подвижничество – тяжело, воздержание – многотрудно, строгость жизни – небезопасно, молчание – мучительно. Монах, если обличит, обязан бывает положить земной поклон, если смолчит – ослабевает в ревности по Богу. Во всяком добром деле ненавистник добра – демон, противопоставил подобное ему худое дело. Милостыне – противоположил корысть, подвижничеству – самомнение, бдению – обвинение в сонливости, молитве – леность, нестяжательности – скупость, любви – лесть, странноприимству – холодность или чревоугодие. Все смешал он, все привел в слитность, во всем стал участвовать. Монашеское житие в опасности, наконец, рушится. Глава и ноги терпят вред, глаза и руки страждут недугом. Приобретение собственности ослабило веру, употребление изменило подвижничество. Самовластие делает насилие смиренно мудрью, приобретение временного не изложило надежду. Деятельность телесная помрачила собой душевное дело. Попечение о плоти ослабило внушение ума. Совесть не берет на себя труда привести в сокрушение мысль. Помыслы не спешат содействовать покаянию. И если не ошибаюсь, говоря это, то подобное сему состояние есть образ плена. Ибо мы ослеплены и не хотим вразумиться, что душа не может делать вместе и добра, и зла. Худое же предприемлет, прикрываясь добрым. Во время поста тщеславится, при воздержании гордится, не хочет внять Богу, который говорит, никто не может служить двум господам. Итак, если истинно возлюбил ты Господа и прилагаешь старание улучить будущее царствия и дал обет трудиться по причине своих грехопадений, то помни суд и вечное мучение, со страхом ожидая исшествия своего из этого мира. Не имей пристрастия ни к деньгам, ни к имению, ни к родителям, ни к мирской славе, ни к друзьям, ни к родным, ни к братьям, и вовсе ни к чему земному. Не имей ни заботы, ни попечения осем. Но, прервав всякую связь, отложив заботу и возненавидев сие, даже собственную плоть свою обнажив от всего этого, беспечально и неленостно иди вслед за Христом, взирая всегда на небо и оттуда ожидая себе помощи. Ибо смерть внезапна, суд близок и горе неготовому. Горе тебе, душа, что пребываешь бесчувственную в настоящей жизни, каждый день предаваясь роскоши, смеху, рассеянности и живя распутно. В будущем веке будешь плакать, подобно богачу, мучимая во пламени вечного огня. Горе тебе, душа, что не выносишь никакой скорби, причиняемой тебе братом, не даже жесткого слова, но тотчас вступаешь в противоречие и сопротивление, а за сии теряешь венет терпения и кротости, и будешь навеки осуждена с пометозлобивыми. Горе тебе, душа, что ненавидишь и поносишь брата своего, или терпишь, когда другие делают то же, за это будешь наказана с убийцами. Ибо сказано, ненавидящий брата своего, человекоубийца. Горе тебе, душа, что пренебрегаешь Божьи заповеди и предполагаешь, что спасение в одном образе и имени монаха. Ибо в страшный день услышишь, что Господь скажет, не всякой, говорящей мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю мою. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Горе тебе, душа, что любишь славу человеческую и почести, и нарядные одежды, и приобретение вещественного, посему в день суда будешь мирска пред Богом, отринута от лица Его и сопричислена к надменным бесам. Горе тебе, душа, что каждый день грешишь, а покаяние отлагаешь день за день. Постигнет тебя смерть, как тать в ночи, внезапно, и связанная отведена будешь в гиену огненную, без пользы проливая слезы и обвиняя свое неразумие. Горе тебе, душа, что не трепещешь, помышляя, как в страшный день суда, когда и силы небесные подвигнутся от страха, явишься ты лицу Божию, имея на себе гнусную и оскверненную ризу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok